Всем привет! Это Могилёвшина «Исторично» с Алексеем Ватюковым. Нагадываю, что я теперь выхожу на своем особистом канале и я дозволяю вольно корыстаться этим контентом. Я завел свой патреон, благодаря великим первым патронам, которые у меня уже появились. Обещаю вам, что не в забаве я почну выкладать тут эксклюзивный контент на патреоне. Ну а теперь начнем нашу тему. Сегодняшняя наша тема будет связана с особами первых московских самозванцев и в белорусском уделе в их лесах. История самозванцев Московской державы – это вельми великая тема. На эту тему написана огромная количество материалов. Конечно, всю эту тему раскрыть сегодня я просто физично не смогу. Я порекомендую в якости литературы материалы книги. Вельми шмат книг вышла у этого автора. Руслан Скрынников – основный доследчик, поздний советский автор, новейший российский автор по теме «Россия» у «Часы смуты» и по особых лжеправителям российских этого часу. Руслан Скрынников – это, напевно, самая фундаментальная литература, которую можно порекомендовать по этой теме. Ну, а я за себя родился сегодня на головном для нас аспекте, как у такой заяви, как самозванцы московские поудильничали выходцы из белорусских землях, как отрывалось, что одному из них, конкретно выходцу из Могилёвщины, удалось часово стать правителем великой частки московской державы. Как это будет самозванец лжедмитрий, другие, махчыма, что я его только крышечку поспею закрануть, але шмат, что мы про его сегодня скажем. Почать треба, напевно, гэтую тему с того, что, в принципе, такая з'ява, як самозванцы, это нередкая з'ява у сусветной истории. Например, один из самых первых правителев шумерской державы носил имя «Саргон», что перекладается як «саправдный правитель», «саправдный царь», «саправдный царь», и уже само гэтая имя свечит для нас, что, на самом деле, он не был законным правителем. Не думаю, я конкретно его натрымал в свою владу, але докладно не по спадчине. Ну, ось, таки собе приклад самого першого махчыма самозванцевой истории. Их будет вельми шмат, можно в якости приклада привести представников норвежской династии Хорфагеров, які правили у 9-14 стагодзях. Одразу некальки представников гэтой династии были незаконно народженными, и называли себе тольки сынами попередних правителев. Одного з таких королёв мать отстояла, и она нарадила его пасля смерти попереднего правителя, присягнула, что она нарадила сына своего минавита от того попереднего правителя, и ей пришлось вытрымать пакуту. Ее катавали, на катаване она призналась, что нет, это правда законный спадчинник. И это оказалось достатково, признали детёнка, и он потом будет одним из представников гэтой династии норвежских королёв. Что ж до появления первого и самого паспяхового самозванца в истории российской истории, то безумно необходно некоторые огульные историчные такие околичности раскрыть тут. Направедно, многие из вас в это всё цудовно ведают, можете это прагарнуть, пропустить, я зараблю эти вот знаки. Ну, але всё ж таки, не надо такую водную частку провести. Иван IV Грозный, альбо Иван Жахливый, у нашей традиции его частей так называют, мил трёх сынов. Сынов сына Ивана, старейшего сына, который был вероятно, но хотя и за всё был забит самим Иваном IV. Другий сын Ивана IV Фёдор Иванович будет править пасля смерти Ивана Грозного. И третий сын от сёмой жёнки, ну, её версия, что шёстый, але шмак свечиню, что она была сёмой жёнкой Ивана IV Марии Нагой, от Марии Нагой. Той факт, что третий сын Дмитрий был сыном от сёмой жёнки, снижал его право на трон по кольке, тогда лечилось, что это уже незакононародженный дитёнок. До этого факта апеллявал в свой час Фёдор, его брат, кровный брат, отребливается брат по батьку, альбо люди, которые за ним стояли, когда отчували первый тиск сбоку прихильников царевича Дмитрия. Вот в часы, когда правил Фёдор и ещё жил Дмитрий, народ в московской державе отделился помеж прихильностями, лечащи, что Фёдор и Борис Годунов, который стоял за царом Фёдором Иоанновичем, а Борис Годунов был ему Шурином, братом жёнки, противники Фёдора и противники Бориса Годунова мерковали, что Дмитрий будет нашматлепшим царём, будет подобным на своего батьку. Им прихильникам Дмитрия Ивановича, молодшего сына Ивана Грозного, вот такую надею давали такие факты. Царевич Дмитрий перонял жорсткость Ивана IV, так, если калі был живы, ў 8 гадоў ён загадываў своим сябрам ляпіць со снега снежныя фігуры, называў гэтае фігуры іменамі вядомых бояр, адсякаў им головы, чвартаваў гэтае фігуры. Таким чынам ў народзе стала распаўсюджывацца надзея, што Дмитрий Иванович будзе таким же добрым і справедливым царом, каторый будзе абараняць народ ад злых бояр, будзе падобны на свайго батьку. Адсюль папулярнастя гэтага царевича при ёго жыці і папулярнастя пасля ёго смерці. Калі царевич Дмитрий Иванович, яго ішы назвалі Дмитрий Угліцкі, загінув, то гэта выклікала целый выбух хваляванню ў самім Углічы. Падазарываліся людзі, набліжаны да Баріса Гадунова, праставнікі Баріса Гадунова і Углічы, што яны мінавіта па яго загадзе забілі Дмитрия Ивановича. Яго маці Марія Нагая, яна тутже паказала на толпу на двоіх чалавяк, якіх назвала праставніками Баріса Гадунова, і на толп растерзал, разарывав гэтых людзі тутже на місце. Таким чыном, высвітліць абстаавіны смерці потім ўже було немагчыма докладна. Але у народной свідомости трывала, замацавалася думка у віне Баріса Гадунова і його поплечнікаў, а не у забаві народнае спадзівання на тое, што може існуваць некі справедлівы цар-оборонця перад боярами, оборонця перад усімі тыми злыми силами, які стали керуваць державой. Вось гэтая надія народіла думку, што махчыма, што такі цар все ж такі існує, махчыма ён цудам, але выратаваўся. Так, ў 1600 годзе француз, каторый прислужваў пры московскім двары, якога звалі Яков Маржерет, адзначаў ў сваіх записках, што ў Москве ходзіць малва, што нікатарая лічыць Дзмітрія Івановіча живым. Барыс Грозны з таго часу толькі і робіць, што катує людзей па гэтай прычыня. Знаходзіць тых, хто распавсюджувае гэтая звєсткі, прымушае іх розказаць, адкуля не взялі гэтую інформацію, падкатаваннямі прымушае іх адмовіцца ад гэтых звєстак. Гэтая малва, каторую зафіксаваў Яков Маржерет ў 1600 годзе, яна отрымала сваю матеріалізацію, яна фактична, напоўна, нік носілася ў грамадстві ў гэтый час і отрымала сваю матеріалізацію ў 1603-1604 годах, калі пачыла пронікаць інформація з територію Речі Паспалітай, што Дзмітрій Іванович саправдай живы, і што ён знаходзіцца на територіі сучасной Україны, на Кіюшчыне, Львовшчыня. Вось там будуть перші окроки того чалавіка, каторого ми будзім ведыць ўжо як Лжедмітрій. Такім чынам, вось гэту па перэднію перді історію мы прайшли, і тепер звернемся непосрэдна до персоны Лжедмітрія. Ну і таким чынам Лжедмітрій. Лжедмітрій Перший, самы паспяховыз ўсіх самозванців. Про гэтую особу ходять полярныя меркаванні. Так, напрыкат, російський ісавецкий історік Сергій Федорович Платонов казав, што пытаўне пра особу Лжедмітрія Першага не паддаецца рашэнню. Меркаванні, што Лжедмітріем был растрігам манах Григорі Атрепьев, крытыковав, напрыкат, знакамітый історік Кастамару. Яснуюць іншая версія, там, молдавско-валашскій манах, саправдны царевич Дмітрій нібыто мог выжыць саправды. Вось і гэтая версія, так сама до гэтага шасу ходять ў якості адной з рабочих версій. Папулярных нават версій. Гэта звязана з тым, што яшча ў тая часы, калі толькі-толькі паўівся на палітичный арене Лжедмітрі Першій, супраць яго особа була скированна ўся державная прапаганды, яка ямелася тады ў руках у Баріса Гадунова. І гэтая прапаганда моцна експлуатавала в образ гришкі Атрепьева Растригі, каторый хаваецца за особы Лжедмітрія. І гэтая прапаганда і гэтая експлуатация прывяла ў тым ліку і да адваротнага ефекта. Ну, але я немаю махчымасті па водля часу, ну, просто немаю фізична махчымасті раскладываць ўсі гэтые аргументы за супраць. Я прываду толькі адну фразу, каторую выказаў канцлер Короны Польской, Ян Замойскіў ў тые часы, калі Рэч Паспалітае вырэшала Сінат, вырэшав ці ввязвацца, што называецца, вось ў гэтаю супрацтаяння з Масковіў, на боку лжедмітрія, ці вартай довіряць гэтаму самозванаму царевичу. І он сказаў наступную фразу. Ян Замойскіў, той, хто выдае сябе за сына цара Івана, Івана IV Грознага, каже, што замест яго забілі іншага. Даруй Божа, звертаецца Ян Замойскі, гэта камедыя плаўта ці терэнцыя, што лі, ці можна сабе уявіць, што хтосці, загадав, кагосці забіць, а потым не паглядзеў, а ці той забиты. Калі так, то для гэтага можна было б падрэхтаваць козла альбо барана. Так, ну, і варт увлечваць аргументацію, каторую выказывае Руслан Скрынніков ў сваіх даследуваннях, гэн берэ для параўнання два розны дакументы, складзіны ў розны час і ў розных месцэх розными людзьми, але яны перасікаюцца паводзе сюжэта. Першы дакумент гэта расказ Дзмитрия, ну, адпайдал, ўже Дзмитрия, гэн расказывае пра свой лёс Каралёжы Гемонту, расказывае пра свой маршрут вось да Караля, да Каралёвскай резидэнцыі, і пэвныя кропкі гэтага маршрута супадаюць з іншым дакументам, а іншы дакумент гэта даклад інака Варлаама, дзе ён расказывае пра тоя, як ён падарожничаў з Григорием Атрепьевым. Варлаам не ведаў, што будзе называў ў сваіх паказаняў ўже Дзмитрия Жигемонту, Жигемонт не ведаў, што будзе расказываць Варлаам ўжоў патым ў Маскве, паслявас ў ўсё гэтай авантуры. Тва ведна гэта два незалежныя дакументы, а пункты, які называў ўэты асобы, і некаторе абставіны падарожа ў Масквы ў Рэч Паспалитую, і першых дзён перабывання, першых месяц ў перабывання ў Рэч Паспалитый супадают настолькі, што дазваляўць зазаць гэтэ две асобы ўжо тут моцна. Гэтэ два незалежныя свеўчані, які приводзеў да однозначныя высновы. Григория Атрепьев, гэта та асоба, пра катору зараз ўа будзе распавести. Таким чынам цепер Григорий Атрепьев. Григорий Атрепьев походзе ў сослужилога дворанства, а сам гэтэ род Атрепьев ў ўн походзе ў выходцу з ВКЛ, з Великокнязства Литовского. Батька Григория Атрепьева рано помёр, коли той был за семейшим малы, ўн был заразан литвином ў Москве, каля посольского приказа. Сам Григорий Атрепьев прислуживал представникам боярскіх родов Романовых и Черкасскіх. Приблизно с пятнадцати годов ў ўн пришёл во ўслужэне ў якості одного з дворовых людзей под данных. Бояры Романовы потрапили ў опалу з боку Бориса Гадунова. А опалу ўдьме часто приводзеў до того, што царскі ўдзе, представники царской администрации, просто знішчалі ўвесь двор опальных боярскіх. Тобок над им, над Григорием Атрепьевым, вісіла смяротная пагроза, па гэтаму ён ўтёк ў манастыр, дзе корыстаўся дапамогай ўплывовых родных. Гэты родные дапамаглі ўм ўпотым ўладкавацца ў чудав манастыр, а гэта был элітны манастыр пры Крамлі. Йось версія, што ўднавіта ў чудавым манастыры, ў атмосферы вельме близкой до Крамля, ў атмосферы сярот людзеў, которые были родными вельме высокопоставленных особ ў самим, ў самой дзержаве, вось тут і народілася думка ў Григория Атрепьева. Махчыма, што гэта думка бала кімсі подказана Григорию Атрепьеву. Махчыма мела значэне физичное подобенство Атрепьева да Дзмитрия, который загинул ў Угличе. Такожна родзілася гэта думка пра выступлэння ў якості самазванца. Пра гэта можна толькі меркаваць, някіх звэсты конкретных нема, ў адума толькі, што там ў чудавым манастырі ён Григория Атрепьев атрымаў няйка пакаранне, і вымушаны был утякаць, вымушаны был збягчы, разам з некалькіме, з двума паплечніками, з Інэком Варлаамом, і разам з клерошаніном Мі Саилом Григория Атрепьев утякаць ў реч паспалітою. Часто кажуть ў Литву, але ён подорожничаў выключено па землях сучасной Україны, которая тады ўжо выходзіла ў слад коронны польскаў. Яны прибыли ў Киево-Печерскую лавру, і там ў першыню Григория Атрепьев назавў себе цудам выратованым царевичем Дзмитрием. Настоятцель Киево-Печерской лавры тут же выгнал ўсіх подорожников за двери. А потім Григория Атрепьев прибуде ў Астрох, і там прізнаецца князю Василю Астрожскому, працуднику династии Астрожскіх, што ён царевич Дмитрий Астрожскі так само выгоня ўсю гэтаю кампанію, а потім буде некалькі ёшше подорожаў па територіў Украины. У некий момент ён трапець ўгород Брачин до князя Адама Вишневецкага, каторым ў так само открыется. Ну ёго схема открытя была приблизна однолькова кожны раз. Ён отшуваў себе хворым, называўся хворым аж до умертвения. И на смиротном небыто одре он выращиваў признаться во усим, раскрыт свою таемницу, своё особо, и вот открылся теперь Адаму Вишневецкагу. Вядомая картина, которая иллюструя эту сцену признания Вишневецкагу, вот Григорий Атрепьев рассказывал Вишневецкагу, заду стоіць монах и ёзуит, и ёзуиты будуть иметь потом великое значэння ў лёсе Лжэ Дмитрия. Лжэ Дмитрия небыто прыня каталіцтва, дарэча, пад уплывам ёзуита ў в эти часы, ў часы знаходжэння ў Рэчі Паспалітэй на териториў Украины. Адам Вишневецкага познайомець Григория Атрепьева с Юрием Мнишком, с андамирскім вояводай Мнишак познайомецца своёй дачкой, гэта шма тучын пауплывае на далей шелёс, але гэта ўжо на столькі далёко отыходзець от нашай темы, што я не буду тут на гэтам засерожжэць увагу. Тут, на територіў сучасны заходній Украины, ў городе Самбор, які належу Юрию Мнишку. Пачынаецца падрыхтовка Лжэ Дмитрия до похода на Маскву, тут отбываецца набор ў войска Лжэ Дмитрия наёмников ў сіх охвотных, людзіў, каторые, ну а вон туристу, канешне, людзі, каторые гатовы бэлі подтрымаць гэтага Самазванца. И гэта ўсё адбываецца ў 1604 годзе. Юрий Мнишак, адправляе эмісароў па ўсёй Рэчі Паспалітаў, з заклікам далучыцца да выправы па заняціў масковскага трона, матывацаца па каторый Юрий Мнишак пайшоў на гэта, ну таксама я пакину гэта за скобками, хаця тут был асабісты інтарэз. Мнишак вельмі моцна любіў шыкаваць, а гэта авантура давала ўму перспіктыву великих грошей. Вось макчыма, што гэтым была яго матывацаў. А крамя Адама Вишневецкага ў Юрия Мнишка, практична ніхто з буйной магнатырыі Рэчі Паспалітаў не падтрымаў гэтую выправу, але яе падтрымаў Жигімонт. Жигімонт трэціў выступіў яркаці ў шы адной асобы, каторый моцна ўклаўся ў ваўсю гэтую авантуру. А вось, напрыклад, канцлер Ян Замойскі ўсудзіў гэтую авантуру, гэтаксама ўсудзіў авантуру канцлер ВКЛ і староста Могилёўскі Лео Сапега. Ну, Лео Сапега ненадзеўна так ўсудзіў. Наспочатку што-то оказываў некую допамогу на григориў Атрепўўу, але потым, паразважавшыў, так, прислухавшыся да дараццаў, ўн вырышыл осудзіў гэтую авантуру. Цікаво, да, Григориў Атрепўў сустренецў потом с Жигимонтом Третьўм, даст ўму некалкі обецанўў, гэта будзе называцца кондициў. Одна з кондициў, што ўн верне, но грат Северскую землю, Северщину, которая была ўсвучаса завоеванна московской державой ў королёў польских и великих князів литовских, это была их данастычная земля, спадчанная земля, обецав перавести московскую державу ў католіцтва и пообецав ажаніцца на падданы короля. Вось, только гэта обецанў ўн дарача потом и выканая. И тікаво, што пасля сустрече с Жигимонтом, будзе асабистая сустрече, так само ўсна такая картинка ў нас, так, вось ўна гэтая картинка. Так вось тікаво, што пасля сустрече с королём Атрепўў закажа собе портрет, парады портрет, ён гэта портрет, выкананы акварэльными фарбаме, будзе знойдены ў тысяча деваўсот шеўдесят шостым годзе американскім доследчикам па прозвічі Бабур ў немецкім горде Дарштадт. На гэтым партрете ёсць цікавы надпіс. Дмитрий Иванович, великий князь Московии, тысяча шыссот четвертый год, во узросте сваим двадцать три. Саправднаму царевичу Дмитрию ў гэтый час, летам тысяча шыссот четвертага года, было бы толькі двадцать два, нам отмахчана менш двадцати двух гадоў. В ауладаннях Юрия Мнишка собарлася даволі значная армія, ў патрымку ўже Дмитрия, каля двух-двухспаловы тысяч гусар, крылатых гусар, яны будуть моцной силой потым ўскладе ёго войска, але не адзіной силой. Даследчик Руслан Скрынников, на кон таго, на колькі моцно пауплывалі інтервенты, так званы, на ўсю хаду падзею па час смутнага часу ў масковскай дзержаве, казаў наступные. Масковскі паход самозванца тяжка назвать формай знешнега умяшальництва. Інтервенція, затеяная магнатами Речі Паспалітай при падтрымцы короля Жегемонта Третьега, паслужила штуршком до Грамадзянской войны ў Рассіі. Тобок ўсе умовы для самой гэтай Грамадзянской войны ўже былі падрыхтаваны, цалкам падрыхтаваны. І што адбылося? Трэнадцатага кастрычніка тысіча шысот четвёртага года войска Лжедмітря пераходзіць мяжу з масковскай дзержавай. Гэта выклікала гнеў ад велікай колькісті магнатів Речі Паспалітай. Так ў приватнасті Януш Астрожскі, воявода Януш Астрожскі, які не прапустіў дарычу войска Лжедмітря пра своя киўскі ўладані, ён заклікав пакараць віноватых. У сятые магнаты, які були незадаваліні гэтай авантурай, наракалі, што таким шынам адбуваецца порушенні миру. А толькі ў тысча шысот другім годзе було падписаны перомір'е памежаўчу Паспалітай і масковской дзержавы на двадцать годову. У ваход войска Лжедмітря на тарриторію масковской дзержавы запаліли огонь, бунт, повстання, супраць пануючай улады, велика колькаць горадову, велика колькаць слоў населенства, першу шагу нижні слоў населенства стали прасягаць Лжедмітрю, стали пераходзець пад ёго ўладу, адбудзецца шэрах ў сутыкненю, адбудзецца битва пад Новгород северскім, так само, так ата бодзецца ў Снежні 1604 гада, так само адбудзецца ў Студзені 1605 гада битва падвёзка і Добрыничы. пасля гэтых битва большість крылатых гусар, каторые ўвайшлі ў склад войска Лжедмітря, аны пакінуць, аны перейдуць назад, вернуться назад ў Рэч Паспалітою, але пэвны такі костяк зліку солдат, жаўнераву з Рэч Паспалітою будзе суправаджаць Лжедмітря до самага конца. Вось, минэта их і будзець потам называць тымі поляками-интервентамі, вось на гэтам першам этапе. І ў агульных рысах, калі толькі самі даты, то 13-го, 10-го, 1604-го ён пераходзець межу, а 20-го чэрвеня 1605 гада ён ўжок пераможна ўвайдзе ў Москву. На гэтый час царь Борис Гадунов памёр, став правяць ягу сын Фёдар, але з уваходжыням ў Москву Лжедмітря, ну там шмат іншых акалічностів, з уваходжыням ў Москву Дзмітря царь Фёдар і ягу мати будзець забітыя. Адін з забойцаў, ягу звалі Михаіл Малчанов, потам будзе іграць важну ролю ў далейшых падеях. С чым можна звязаць поспіх Григорія Трепьєва, поспіх Лжедмітря вось на гэтым промешку часу. Это ўсё гонякалькі місяців, але ён за гэтый час з долю оваладыць ўсёй дзержавы. Ну, ся рот ключавых падзею назаваець, напрыклад, наступныю. Вось тая контр-пропаганды, каторой карысталіся Гадунов і яго двор, супраць Лжедмітря, яна спрацывала на дварот, асабліва тады, калі Лжедмітрій паказаў народу саправданого у двокоси растригу Гришку Трепьєва. Це була містифікація. Яны выбрали ніякого оборванца, каторого виставили за вось такого растригу Гришку Трепьєва і показали, саправданого Гришка Трепьєва – це не вот он, Дмитрий, а вот тот челавек. І в цей містифікація поверила велика колькость народу. Навод дошло до того, що коли Борис Гадунов отправив у двор самозванца чудовських монахів, каторые па ідеі повинны були присягнути, што той челавек, каторый видає сябе за Дмитрия, насамрэч Григорий Трепьєв, гэтые чудовські монахи вернулися потім, выслали лист потім Борису Гадунову, у каторым потвердзіли, што челавек, які называє сябе Дмитрием, саправдують царевич Дмитрий. Цікаво, што практично за місяць за того, як Л.Дмитрий увозив у Москву, склад його войска поповнюся п'ятью стами пятигорців, ну, гэта значить воїна узброєнних як пятигорцы. Гэта п'ятьсот челавек привів Михайл Ратамський, ротмистр, а всі яны були шляхті з білорусських землів. Вось це наш непосрідний удел у цій у виправі і авантурі. Для білорусських шляхтичів, для цих п'ятьсот челавек, які вийшли у склад войска Л.Дмитрия І, по сутністі ця історія оказалася легка прогулка. Вони тільки вийшли у склад войска, вони пероможні вийшли у Москву, отримали свої узнагороди і потім вернулися на Радзиму. Вось, яны потім будуть вступати в якості ветеранів, які будуть одыгрывать ключовую роль у появлінні Л.Дмитрия І. Таким чином, Л.Дмитрий став царем, він буде коронаваний, потім він буде звернутий заговорщиками, дараз і він буде вельми популярним. У народі царом участь в своєго правління, навіть не другі, навіть люди, які були супраць гэтай особи, яны будуть признавати, що він проводив вельми эффективну економічну палітику, а так само выдавав справедливі і вельми прогресівні закони. Що правда, ми, а маю, що нічого докладного про це не ведемо, тому що наступні правителі царком будуть викреслювати усі усвідомі і усі законодавчі акти зніщати з часу управління Л.Дмитрия. Ми ведемо тільки оцінки сучасніків, які давали становчі характеристики, мінавіта яго з дальностям як правителі, з дальностям Л.Дмитрия І як правителі. 27 мая 1606 г. Л.Дмитрий був забитий змовщиками. На цей кількість різних різних іллюстрацій. Ну, давайте возьмем одну з них. Його «Опошний день». Коли він бачить, як змовщики наближаються до його палаця. Як змовщики з долі пермахчі – це особна історія. Не буду сюди сюди сходять. Його забили. Але його забили надзвичай криваво, змовщивши його тело таким чином, што його потім тяжко було познаць. І це повплыває на даліший ліс усею гэтай авантуры. Тут же, як толькі буде забитий Л.Дмитрий, будуть раздаваць галасы, што на сам реч нам паказывають тело іншого чоловека. Настільки йон був змовщений. І гэта приведе до того, што одразу пасля забойства Л.Дмитрия І почнуться галасы, раздадуться галасы про те, што на сам реч он не був забитый, а зновку утек цудовным чином выратаваўся. Перші одозвы до народа со словами, што на сам реч Дмитрий выратаваўся, а ўжо ў першай дні пасля его смерці будуть прикалачивацца до ворот на вот самых видных бояр московскіх. У якось є свечення, што вот вы не таго забили. Лічацца, што важнейшую ролю вось у гэтай новой мистифікацій адыгралі тія людзі, каторая допамаглі ў свычас Л.Дмитрию розправіцца ёсче з царём Фёдорам, сыном Боріса Годунова. А аддін з забойцав Фёдора, Міхаіла Малчанов, потым утече ў реч Паспалітою, ёму будуть допамагаць так сама дзяк Богдан Сутупов, каторый, до речі, володаў царской печаткай, малой царской печаткай, і адтюль з речі Паспалітою з Самбара, при дварі, ну не ў самагу Юрія Мнішка, Юрія Мнішак будзе знаходяцца ў палоні ў Московской дзяржаві, а маті Юрія Мнішка будзе апікаваць вось гэтых людзі, каторая потым будзе містифіцырваць ўжо темай зновку выжавшава Л.Дмитрия. Михаил Малчанов разом з поплечніками будзе ў Самбары складаць лісты, аддозвы, і рассылаць па ўсёй територій московской дзержавы. У гэтых лістах і аддозвах ён будзе ўсіляк тлумачы, што ён Насамряч выжав, ён Дзмитрі выжав. Калі паўецца думка, а хто ж конкретно выжав? Пакажите чалавека, каторый выжав. То першо пачаткова ролю вось гэтага выжавшава Дзмитря будзе выконаваць сам Михаил Малчанов. Калі почнуць доследоваць, а як же ён выглядае, гэтым Михаил Малчанов, на кольке ён падобна на таго, хто бул тільки што правил московской дзержавы, пад іменем Дзмитрия Івановича, то высветліцца, што Михаил Малчанов і з ростом старейший, і ростом высокий у аддозни от Дзмитрия, лже Дзмитрия, ён был маленький ростом, тварам смугл, як той был светлый тварам, волосы чёрные, ў той шас, як у Дзмитрия булі, светлые волосы, русые волосы. Одзина рыса, каторая выдавала падобнства Малчанова на лже Дзмитрия, так само була бородавка на щасе, тока одзина, гэта було падобнства. Гэта казалася недостаткова, і Малчанова у някий момент, люди, які курировали гэтым процесом, простовники магнатери, шляхты Речі Посполиті, каторые були одними з гносьбітал ідеї правліня Лже Дзмитрия, яны Малчанова отадвінули трошкі у тень, і наступить вельмі такі парадоксальны момант во усіх хваліваннях, які протягуваюцца ў гэтый час ў московська дзержавя. Палова країны все еще не верила, што Дзмитрий был забитый, все еще хранила верность присяге, воявала з тымі, хто выступаў супраць самозванца. І ось ў гэтый час, ў часы гэтый смуты наступіў этап, калі і шоў гэтый народный рух ў падтрымку Дзмитры без самаго Дзмитры. Яго нідзе не було бачно, ё нідзе не паявляўся, але усюды хадзілі звездкі, што ён дзісті ёсць. У гэтый самы час адбываецца паўстанне Балотнікова, так сама, значыць, ў падтрымку руху Дзмитрия, лже Дзмитрия. У гэтый час паявляецца яшчы адзін лже правитель, чылэк, каторый назваў сябе племеннікам Дзмитрия, сыном таго самага Фёдора Ивановича. Назваў сябе Пятром, а такога сына не было ў Фёдора Ивановича. Лже Пётр, яго потом будуть звать. Лже Петра, саправданная имя, было Илья Мурамец, Илейка Мурамец. Лічыцца, што ўзгэт Илья Мурамец, в образ гэтага Илья Мурамцы потым злиўся збылинным вобразам Ильи Муравленина. Илья Мурамец, реальны, саправданны, з Карачева Черниговской області, з Сальецца ў народным ўспринятие з вобразам Ильи Мурамца з падгорода Мурама з села Карачаева. Вось яшчы такі эпизод можна адзначыць. Так вот, народная хвалі ўсё ешчы хаділі пад знамяне, можна саець, пад стягам Дзмитрия Ивановича, а самаго ёго нидзе не было. Што отбылося? Лжепётр, тот самий Лжепётр, пабываў на землях Беларуси, ён пабываў на Витебщыня и ў Копысі. Тут ён сустрыкаўся з проставніками буйной шляхты Магнатырии Зіновичами. Гэта адбылося ў канцы 1606 года, і не ў забаві, ў канцы 1606, ў пачатку 1607 года, тут жа ў Витебску паўляецца яшчы адзін чолэк, які называв сябе Дзмитрием Ивановичем. Гэта будзе Лжэ Дзмитрий Другі. Такім чыном, зараз ў нас будзе Лжэ Дзмитрий Другі. Што мы ведам пра гэтаю асобу і пра ёго паўлэнні на палітычную арэну, на палітычныя арэне? Восьмага студзеня 1607 года ў горадзе Витебску будзе падпісаны першы маніфест ад ёго імя, падпісаны царём Дзмитрием, каторый будзе накераваны да Васілія Шуйска. Гэта ў ёсць выход на палітычную арэну Лжэ Дзмитрия Другога, вось пад гэтай даты. Што мы ведам пра гэтага чалавека? Немец Конрад Бусаў, каторый з'являўся відавочцам ўсіх гэтых падзеў ў смутный час ў Расії, ён пісаў пра Лжэ Дзмитрия Другога. У нас ёсць, дарэчы, ёго популярна, ну, нэ, ёдамая выява, ўсі напээвна бачылі таку картінку. Але на самарэчы гэтай картінка немае нічога агульнага з реальным Лжэ Дзмитриям другим. Гэта фантазія 19-го Стагодзе. Ну, в якости больше-менш портретной выявы, вот еще такую выяву сейчас выкоррестовывают. Конрад Буссов писал про Дмитрия Другого, что он был слугой папы и школьным наставником у Шклове. Со Шклова перебрался наставничать у Могилёв, и это самое подтверждает Баркулабовский летопись. У яким сказано, что тут у Могилёве он прислуживал у папы Фёдора Семёновича Николского. Про его сказано, что живущий у Могилёве он пришёл до окраинной галечи, имел на себе оденье плохое, кожух плохий, шлык бараний, в лете в том ходил. Святар, у якого служил человек, який потом будет называть себе Дмитрием, Лжедмитрий Другий, мы видим, что его правильное имя, это было имя Богдан. Прозвище невядомое, але это имя он не смог схавать. Коли этой особой зацекавилися езуиты, они смогли доведаться, что Святар, у якого прислуживал человек, который потом будет Лжедмитрием Другим, за некую правильность высек его и выгнал с дома. Выгнал, он бодился по улице, и его в Могилёве зауважили ветераны первого похода Лжедмитрия Первого на Москву. Побачили человека, который физично вельми подобный на Лжедмитрия Первого и вырешили пропоновать ему выступить в якости роли Лжедмитрия Другого. Але так само ведомо, что один рыцик, который сближал его с первым самозванцем, с первым Дмитрием, был только невысокий рост, маленький рост. Больше ничего, бородавки не было, с тваром так само не был светлым. Меркуется, что злик у этих ветеранов, пан Меховецкий звернул увагу, что телоскладом подобный на покойного царя, и ему пропоновали выступить в этой роли. Не глядячи на Галечу, тот самый Богдан, наставник, не погодился одразу выступить в роли Лжедмитрия. По кольке в этот час пришла новина про то, что повстание Болотникова разгромленное, практически по всей Московской державе повстанцы несут поражение. И не в забаве Лжедмитрий Другий, будучи Лжедмитрий Другий, вот этот самый Богдан, утек. Праспелный час его нашли в пропойске, где староста Чачерский Зинович и урадник Рогоза посадили его в турму и пропоновали, альбо ты погоджаешься на эту роль Лжедмитрия номер два, альбо ты тут утром и так и загниешь. Он погодился под этим тиском и поступово выправился у Стародуб, но не под именем Дмитрия, а под именем сродника царевича Дмитрия, под именем Андрея Андреева Нагова по материнской линии. Он был родным соправданного царевича Дмитрия. Он стал лже-нагим с первопочатковой. Там он признался, что он сродник соправданного царя и что Дмитрий отправил его поперять себя для того, так ли ему все рады. А он сам, он сам Дмитрий, якобы жив, а скрывается в скрытие от изменников, знаходится. Як только появился человек, який назвал себе сродником соправданного Дмитрия, тут же даягу рушили эмиссары з былого войска Болотникова, которые стали выпытывать, так кто, где конкретно знаходится тот самый Дмитрий. Постань без своего символа вельми долго уже находился. Оно прагло из этого вертания этого символа. И тогда, под тиском уже первых из этих эмиссаров, Богдан, Могилевский шкловский наставник, сказал, а на сам речь это я, я Дмитрий. Так появился на исторической арене Лжи Дмитрий Други, а уже чем закончится эта авантура у наших наступных роликах. Субтитры создавал DimaTorzok